Продолжаем изучать инструменты редактирования объектов на чертеже. И сегодня мы рассмотрим инструмент, который называется масштаб. Часто бывает так, что мы вычертили какой-то объект, мы чертим их, как правило, в масштабе один к одному, а затем для того, чтобы его повестить в листье, его необходимо масштабировать. Ну и другие случаи бывают, когда это бывает необходимо сделать. Команда работает следующим образом. Масштаб. Выбираем команду. Предлагает выбрать объекты. Выбираем. Подтверждаем. Enter. Мы должны указать базовую точку. Это та точка, которая останется на месте. И у нас появляется масштаб. Или здесь есть два варианта. Копия, опорный отрезок. Ну давайте сначала рассмотрим масштаб. Масштаб. И тут надо указать нам масштаб. Я укажу масштаб. Вот этот масштаб. Сейчас еще раз. Ну, поскольку я остановил, то и команда, соответственно, зависла. Масштаб. И я указываю масштаб. Допустим, два. Enter. Подтверждаю. Все. Видите, моя деталька выросла в два раза. Это масштабы увеличения. А если нам необходимо масштаб сделать уменьшение. То есть, например, там два ход нам. Как это работает? Ну, опять же, мы должны выбрать один объект. Вот хочу этот объект. Выбрать масштаб. Базовая точка. И указываю 1 разделить на 5. Это будет у меня 1 разделить на 2. Это получится 0,5. Enter. И, видите, мой объект уменьшился в два раза. То есть, мы должны указывать в строчке масштаб то, что получается в результате деления. Например, я уменьшал в два раза. То я 1 делил на 5. Получал 0,5. Если, допустим, в 100, то 1 делить на 100. Получаем 1 сотую. И так далее. Такой масштаб, который получается в результате деления. Ну, а что там еще за две опции, которые мы видели? Давайте посмотрим. Первое. Масштаб. И нам необходимо выбрать объект. Выбираем. Подтверждаем. Указываем точку. И открываем список. Возьмем копия. Вначале. И напишем масштаб. Ну, допустим, 0,5. Enter. Смотрите, что получилось. У нас получилась копия вот этого всего объекта. Но в масштабе 1,2. Вот она, вот эта копия сюда и поместилась. Или это можно делать, например, увеличивать. Да, создать увеличенную копию. Следующая опция, которая есть, это опорный отрезок. Выбрал объект. Подтвердил. Указываю базовую точку. И вот видите, сразу, если я не нажал сразу, то вот она не сразу открывается. Опорный отрезок. И указываю. Это отрезок, который имеет начало, конец. И новую длину. Вот вы обратили внимание, что он у меня был 691 миллиметр. Новую длину я укажу так. 2000. То есть, еще раз. Я вот этот отрезочек, получается, измерил. А потом указал. Он, допустим, там какой-то размер имеет. А затем указал еще ту длину, которую он должен иметь после указания, после того, когда мы применим масштаб. Дайте еще раз посмотрим. Вот на этом примере. Значит, выделяем объект, масштаб, базовая точка. И открываем опорный отрезок. Вот смотрите, я указываю начало отрезка, конец отрезка. Он у меня показывает 1313 миллиметров. Я щелкну и записываю новую длину этого отрезка. 3000 миллиметров. Enter. И вот этот отрезочек, вот он. Я его указал. Начало, конец. Он у меня послужил опорным отрезком. И указал, что я хочу, чтобы этот отрезок имел размер не 1313 миллиметров, а 3000. И, соответственно, вот у нас объект изменился. Это бывает удобно, когда необходимо увеличить объект пропорционально, ну, не в каком-то определенном масштабе. Можно, конечно, высчитать масштаб там 1,18. Но это надо производить вычисления, делить новые на старые. И можно потом все равно допустить ошибку. А так гораздо проще и эффективнее. Вот так работает команда масштаб. До сегодня это все.